Молоко, мясо, яйца, крупы, сахар, мука и овощи – все это входит в социальную корзину товаров. И именно они под пристальным вниманием сенаторов. В первую очередь привлекают продукты белорусского производства. Мониторинг цен на продукты питания и промышленных товаров первой необходимости теперь проводится практически ежедневно. Понятно, что мы работаем вместе с управлением торговли и услуг Литского райисполкома. И в поле зрения попадают все группы товаров. А теперь могу сказать, что анализ нужен для того, чтобы не было необоснованного повышения цен и соблюдался сортиментный перечень товаров. Член Совета Республики Национального Собрания Беларуси Екатерина Серафинович рейды по торговым объектам совершает постоянно. На этот раз она отправилась в один из сетевых магазинов Лиды. Пройдя по торговому залу, сенатор отметила, стоимость товаров первой необходимости по сравнению с прошлым месяцем изменилась незначительно. Да и по ассортименту вопросов нет. Если в какой-то период времени был ажиотажный спрос на продукты питания, на некоторые продукты питания, то теперь этого ажиотажа нет. И я замечаю, что администрации торговых сетей стараются удовлетворить спрос людей. В Лиде, как и в других регионах Беларуси, в начале марта наблюдался определенный ажиотаж на некоторые группы товаров. Однако в этом магазине, отмечает его администрация, полки сразу же пополнялись. Сегодня в продаже есть все, что включено в социальную корзину. В нашем магазине, как и в других магазинах, в начале марта был повышенный спрос на товары, такие как мука, сахар, сода, соль. Но в магазине всегда в наличии был товар. Не было такого, чтобы были пустые полки. Мы постоянно пополняли полки. Сейчас в наличии в широком ассортименте находятся мука, крупы, соль, сахар. Такого нет, чтобы товара не было на полках. Мониторинг цен на товары первой необходимости и изучение ассортимента торговых объектов Екатерина Серафинович будет продолжать. Причем в поле зрения сенатора попадут не только магазины в городе, но и в сельской местности. Мониторинг цен будет проводиться и дальше, с учетом того, что в каждом регионе нашей страны, в каждом удаленном населенном пункте люди имели возможность купить все, что им необходимо. Об этом недавно говорила и спикер Верхней палаты Белорусского парламента Наталья Ивановна Качанова. Поэтому вместе с журналистами и до медиакомпании в ближайшее время мы сделаем рейд по торговым точкам в сельской местности нашего региона. Впереди католическая и православная Пасхи, а это значит вырастет и спрос на продукты. Обеспечить достойный ассортимент и справедливую цену на него – задача руководства торговых объектов. А народный контроль в лице сенаторов за этим проследит.